Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку. Как вы видите, она выглядит совсем обычным квадратом, но на голове очень даже красивой кошечкой ложится. Отделяются сразу же ушки, причем орнамент самый простой я выбрала и связана она резинкой 2х2 и лицевой гладью. Заканчивала я резиночкой 1х1 для того, чтобы немножечко стянуть макушку и, как вы видите, получилось довольно-таки симпатично. Как, на мой взгляд, подойдет такая шапочка, как на взрослого, так и на ребенка. Данная шапка, данный размер подойдет на голову где-то 53-55 см. Если свяжете повыше, то даже несмотря на то, что наберете такое количество петелек, то подойдет и на размер 56 в окружности головы. В принципе, кому понравилось, присоединяйтесь и свяжем с вами вместе. На данную шапочку у меня ушло около моточка, при том, что я вязала в 2 ниточки. Для вязания я буду использовать полушерстяную пряжу Alizella на Goldfine. К сожалению, она у меня без этикеточки уже смотана. Вот такой вот моточек, ниточка в 2 сложения. Но вы сможете более подробно посмотреть видеообзор об этой пряже. Ссылку смотрите в описании под этим видео ниже. Вязать я спицами буду чулочными, номер 3,5. Если вам удобно вязать на круговых, можете заменить на круговые спицы. Это уже зависит от удобства. Также нам понадобится одна спица для перекрещивания жгутиков. У меня это вот такая изогнутая, пластиковая, также номер 3,5. Можете взять абсолютно любую спицу, которая вам удобна, немножечко тоньше, толще. Вот любую абсолютно из второго набора чулочных спиц. В принципе она нам понадобится для перекрещивания жгутика. Также нам понадобится сантиметр, ножнички и один маркер, либо булавочка для того, чтобы отметить начало ряда. Для начала нам нужно рассчитать изначальное количество петель, которое следует набрать для шапочки на разные размеры головы, то есть на разный обхват. Смотрите, вы берете спицы и пряжу, которыми будете вязать, возможно у вас будет эта другая пряжа, вяжете небольшой образец лицевой гладью, самой обычной, и измеряете сколько петелек у вас вмещается в одном сантиметре. Я взяла средние 10 петелек и у меня получилось 17,7 петель, то есть почти 18 петелек, там буквально чуть больше половинки. И я поняла, что у меня получается 1,77 петель вмещается в 1 сантиметр, то есть это математика. И для окружности своей головы я умножила окружность головы на количество петель в 1 сантиметре и получила 96 петелек. В принципе, 96 петелек четко делится на 4, то есть число кратное 4. Следовательно, очень хорошо мне подходит для рапорта узора резинки 2х2, то есть 96 делится отлично на 4, и плюс 1 петлю нам нужно набрать лишнюю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Я набираю изначально на 2 спицы 97 петелек, затем распределяю на 4 спицы и буду замыкать вязание в круг. Я изначально не буду делить именно по четкому количеству на каждую спицу, а просто визуально разделю, а затем по ходу вязания 1-2 ряда, уже непосредственно самой шапочки, я буду четко делить на четное количество петель на каждую спицу. Итак, набираем 97 петель и распределяем на 4 спицы. После того, как распределили на 4 спицы наши петельки, берем в руки первую и последнюю спицу и подтягиваем петельки на край спицы. И теперь смотрите, нам нужно замкнуть вязание в круг и сократить одну лишнюю набранную петельку. Мы сейчас, смотрите, вот эту первую набранную петельку с левой спицы перекидываем на правую спицу. Вот так вот, к последней набранной. И обратите внимание, чтобы у вас не были перекрученные вот здесь вот наборочные петельки. То есть косичка, чтобы была красивенькая, ровненькая. И теперь смотрите, мы вот эту последнюю набранную петельку перекидываем на первую набранную. При этом последнюю набранную полностью спускаем со спиц, с одной и со второй. У вас последняя набранная петелька остается между первой и последней спицей. Вот она, наша 97 петелька. У нас сейчас по кругу должно остаться 96 петель. То есть четкое количество, чтобы делилось на 4. Теперь немножечко потяните короткий краешек ниточки на себя и рабочую ниточку от себя. И затем снова возвращаем обратно первую набранную петельку вот сюда на левую спицу. И еще раз подтянем короткий краешек ниточки на себя от рабочей ниточки. То есть в разные противоположные стороны. Мы замкнули вязание в круг и посмотрите у нас что получилось. У нас прошла непрерывная такая вот косичка. И теперь нам лишь остается взять булавочку либо маркер и отметить вот здесь вот между первой и четвертой спицей начало и конец рядом. Вот так вот. И теперь смотрите, чтобы нам в конце вязания шапочки не пришлось прятать вот этот хвостик при наборе, мы его сразу же вот так вот откидываем назад на рабочую ниточку и вместе с рабочей ниточкой вот этой ходовой нашей мы провяжем несколько петель первого ряда вместе с хвостиком. В первом ряду мы должны будем провязать первый ряд формирования резинки 2х2. То есть будем чередовать провязывая 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Если вяжете, как я, в 2 ниточки, то следите, чтобы у вас всегда захватывались 2 ниточки рабочие и 2 ниточки петельки, которые провязываете. Вот так вот. А сейчас мы вяжем, как вы поняли, в 4 ниточки. То есть 2 ниточки хвостика наборочного и 2 ниточки рабочие. Так как ниточка в 2 сложения у меня. Провязав первые несколько петелек, у меня это 6 петелек, я бросаю вот этот наш краешек, хвостик ниточки и продолжаю вязать лишь только рабочей нитью. И чередую 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Изнаночная ниточка перед работой. Лицевые я вяжу, просто ниточка захватывается снизу, заводя спицу. Вот так вот. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И ряд у вас должен закончиться вот здесь вот, перед булавочкой, двумя изнаночными петлями. И уже с начала провязывания первого ряда можете на каждую спицу отсчитывать по 24 петли. 96 делится на 4 и получается 24. Вот по 24 петли на каждую спицу провязываем, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные. И тогда спица каждого у вас будет начинаться с двух лицевых, а заканчиваться двумя изнаночными. Довязали первый ряд и дальше продолжаем вязать над двумя лицевыми 2 лицевые и над двумя изнаночными 2 изнаночные. При этом лицевые я буду вязать за переднюю стеночку. Вот здесь вот захватывая петельку спереди, одну и вторую, а изнаночные за дальнюю стеночку. Ниточка перед работой и захватывая за дальнюю стеночку. Снова 2 лицевые за переднюю стеночку, вот так вот, и 2 изнаночные за дальнюю стеночку. Смотрите, чтобы у вас сейчас не раздваивались ниточки, очень важно, потому что сейчас мы вязали предыдущий ряд аж за 4 ниточки. Вот самое главное, чтобы у вас не раздваивалось, можете подтягивать вот этот хвостик. Пока его не отрезайте, по ходу работы у вас возможно будет вытаскиваться эта ниточка, которую мы завязали, а в конце уже работы, когда довяжете, уже тогда ее обрежете. Итак, продолжаем вязать над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночными. Тем самым формируя резиночку 2х2 до нужной нам высоты. То есть второй ряд мы вяжем, как и все последующие ряды. Третий, четвертый, пятый и так далее. То есть лицевые я вяжу над лицевыми, изнаночные над изнаночными. При этом над лицевыми я вяжу лицевые за передние стеночки ближайшие, над изнаночными за дальние стеночки. И таким образом у нас ложится красивой косичкой лицевые петельки, как с лицевой стороны, так и с изнаночной стороны. Если вы будете вязать по-другому, то у вас получаются такие вот перекрещенные, перекрученные петельки. Но это тоже ничего абсолютно страшного. Продолжаем вязать резиночку. Итак, я связала высоту резиночки. У меня получилась резинка высотой 28 рядов. И по высоте сантиметра где-то приблизительно 8-9 сантиметров. Я решила сделать пошире. И теперь нам нужно сейчас определиться, где у нас будет рисуночек. Если мы сейчас повернем вот так вот к себе маркером, то между первой и четвертой спицей у нас располагается маркер. Вот значит первая и четвертая спица это будет у нас задняя сторона шапочки. А вторая и третья спица это передняя сторона шапочки. И если вы распределите по одинаковому количеству петелек на каждую спицу, у меня это 24, то нам нужно найти на второй и третьей спице центральные 4 столбика из двух лицевых. То есть смотрите, вот они столбики наши, чередование 2 лицевые и 2 изнаночные. Вот мы возьмем первые 2 столбика с третьей спицы и последние 2 столбика со второй спицы. То есть вот они 4 наши столбика лицевых петелек. Вот на них мы и будем располагать наш центральный рисуночек. Если хотите, можете вот этот маркер с задней стороны, у нас здесь остается ниточка, и маркер перенести в начало вот здесь вот нашего рапорта узорчика. Если же хотите, в принципе, это очень легко запомнить, распределите главное количество петелек, чтобы у вас было одинаковое на каждой спице, и просто вывязывать будете на второй спице последние 2 вот эти вот столбика, а на третьей спице 2 первых столбика. На них будете вывязывать уже непосредственно сам центральный узорчик. Это уже по желанию, можете перенести маркер, можете оставить все как есть. Итак, начинаем вязание с первой спицы начала 29 ряда. Мы сейчас провяжем первую спицу, все петельки абсолютно лицевые. Причем лицевые петли я буду вязать над лицевыми за ближайшую стеночку к нам, а изнаночные буду вязать лицевыми за дальнюю стеночку. И всю полностью спицу 24 лицевые нам нужно провязать вот здесь вот без изменения. Перейдя на вторую спицу, нам нужно связать все петельки лицевыми, не доходя до двух последних лицевых полосочек и перед ними и после них идут 2 изнаночные полосочки. То есть смотрите, мы отсчитываем с конца второй спицы 2, 4, 6, 8, 10 петель. То есть до последней 10 петель на второй спице мы вяжем все петли лицевые. Связали лицевые петельки и теперь первую, вторую из 10 петелек вяжем изнаночными по рисунку. То есть над двумя изнаночными вяжем 2 изнаночные. Дальше у нас идут 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Мы вяжем все 6 петелек лицевыми. То есть лицевые я вяжу за ближайшую стеночку над лицевыми, а лицевые над изнаночными вяжу за дальнюю стеночку. То есть провязав 6 лицевых петель, у нас остается 2 изнаночные. И вот эти 2 изнаночные мы провяжем двумя изнаночными. То есть получается последние 10 петелек мы провязали 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. Переходим на следующую спицу и вяжем сразу же 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И вяжем 2 изнаночные. До конца 3 и 4 спицы, до конца самого ряда, мы вяжем полностью все петельки лицевые. 30 ряд мы свяжем по рисунку, как ложились петли в предыдущем 29 ряду. Над лицевыми петлями я буду вязать лицевые, над изнаночными петлями буду вязать изнаночные. И все лицевые петельки я буду вязать за переднюю стеночку, а изнаночные над изнаночными за дальнюю стенку. 31 и 32 ряд мы провяжем как 30, также по рисунку. Лицевые мы будем вязать над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Лицевые я вяжу за ближайшую стеночку, а изнаночные вяжу за дальнюю стеночку. Связав три ряда без изменения после расформирования в 29 ряду, нам нужно сейчас, начиная с 35 ряда, самое главное запомнить, что первая и четвертая спица, то есть спицы, которые находятся вот здесь вот по обеей стороны от маркера, всегда будут вязаться лицевой гладью, то есть только лицевыми петлями за переднюю стеночку. А будем лишь только мы смотреть и вязать, как правильно связать узорчик, смотреть, только на вот этих центральных 18 петельках. То есть смотрите, 10 петель со второй спицы до конца и 8 петель с третьей спицы в начале, то есть на вот этих 18 центральных петелек, как шапочки, мы будем вязать узорчик. Все остальные петельки по обеей стороны будут лицевыми, то есть как лицевой гладью на последней и первой спице, так и вот здесь вот по обеей стороны. То есть полностью состоит шапочка из лицевой глади и центральных 18 петельках, на которых располагаются два жгутика. Сейчас, начиная с 35 ряда, я буду вам показывать только лишь вот эти центральные 18 петелек. Все остальные петельки вяжите самостоятельно, просто лицевыми. Довязав на второй спице до 10 последних петелек, мы остановились перед двумя изнаночными. То есть вот у нас шли лицевые и лицевые, потом вам с изнаночной. Вот первую и вторую петлю мы вяжем 2 изнаночные. И всегда практически на протяжении всего вязания у нас 2 первые изнаночные после лицевой глади шапочки, так и будут 2 изнаночные. Затем нам понадобится дополнительная спица. И мы на спицу снимаем первые 3 лицевые петли из 6 и оставляем их за работой. То есть пересняли первую, вторую, третью петлю и оставили за работой на спице. Затем вяжем 4, 5, 6 петлю за переднюю стеночку лицевой. То есть 3 связали. Затем берем оставленные за работой 3 петли на дополнительной спице. Ниточку заводим аж за спицу. И провязываем также за передней стеночке те 3 лицевые, которые мы оставили за работой. Вот так вот. Мы сделали перекрещивание в правую сторону. То есть смотрите, 6 первых лицевых петель мы перекрестили в правую сторону. До конца спицы у нас остается всего лишь 2 изнаночные петли. Так и вяжем 2 изнаночные за дальние стеночки. Теперь у нас 6 лицевых. И мы должны следующие 6 лицевых сделать с перекрещиванием в левую сторону. Поэтому снова берем дополнительную спицу и снимаем первые 3 лицевые петли на дополнительную спицу. И оставляем перед работой. Вот так вот. Теперь берем рабочую в руки спицу и за передние стеночки вяжем 4, 5, 6 лицевую, следующие, которые идут по рисунку. Затем с дополнительной спицы подводим вот так вот аккуратненько те петельки, которые оставляли. Хотите, можете переснять их на рабочую спицу полностью. Вот так вот как бы вернуть обратно. Вот. Переснимаем аккуратненько. Хотите, можете полностью спустить, а затем одеть. Но если вы не умеете одевать, то лучше не спускайте так, как я. И теперь смотрите. Заводим рабочую ниточку назад. И за передние стеночки провязываем первую, вторую и третью лицевую, оставленные перед работой. Затем провязываем 2 изнаночные. И у нас получается, смотрите, центральные 18 петелек прошли с перекрещиванием жгутика в правую сторону, в левую сторону. И между ними по 2 изнаночные с одной и с другой стороны и между жгутиками также 2 изнаночные. И дальше лишь остается довязать до конца ряда наши лицевые петельки. 36 ряд – это первый ряд рапорта узора высоту. То есть с первого ряда, начиная, мы будем повторять каждый раз узорчик заново. То есть сейчас мы как бы фактически вяжем первый ряд рапорта высоту. Вяжем 2 изнаночные, 6 лицевых за передние стеночки, 3, 4, 5 и 6. И 2 изнаночные. Переходим на следующую спицу. И вяжем 6 лицевых петли второго жгутика просто за переднюю стеночку. И довязываем 2 изнаночные. 37 ряд – это второй ряд рапорта вязания узора. Вяжем над двумя изнаночными 2 изнаночные за дальние стеночки. Дальше 6 лицевых за передние стеночки. И 2 изнаночные до конца второй спицы. В начале третьей спицы мы вяжем 6 лицевых за передние стеночки. И 2 изнаночные. То есть вяжем второй ряд, как и первый, по рисунку. Третий ряд узора также вяжем по рисунку. 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых и 2 изнаночные. И четвертый ряд рапорта также свяжем по рисунку. 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых и 2 изнаночные. И пятый ряд, и шестой, и седьмой ряд мы также три ряда свяжем по сформированному ранее узору. Две изнаночные, шесть лицевых, две изнаночные, шесть лицевых, две изнаночные. Итак, мы связали после перекрещивания семь рядочков в высоту без изменения. Сейчас в восьмом ряду мы сделаем также ряд с перекрещиванием. Сейчас вяжем две изнаночные по рисунку, дальше берем дополнительную спицу в руки и сразу же, заводя рабочую спицу за работу, снимаем три лицевые петли на дополнительную спицу. И вот так вот и оставляем за работой. Дальше, следующую, четвертую, пятую, шестую петлю мы провяжем лицевой на правую спицу за переднюю стеночку. И дальше, хотите, можете переснимать, хотите, можете просто подвигать и рабочую ниточку заводить за дополнительную спицу. И провяжем вот так вот оставленные три петли за переднюю стеночку лицевыми на правую рабочую спицу. То есть, таким образом мы сделали перекрещивание снова в правую сторону, аналогично первому. И довяжем до конца этой спицы две изнаночные петли. Дальше, следующие, шесть лицевых со следующей спицы, нам нужно сделать с перекрещиванием в левую сторону. Поэтому берем снова дополнительную спицу и из шести лицевых снимаем первые три лицевые на дополнительную спицу и оставляем три петли перед работой. Дальше, берем рабочую спицу и вяжем следующие три, то есть четвертую, пятую, шестую петлю лицевой на правую спицу. Дальше, подтягиваем вот так вот оставленные петельки с дополнительной спицы, перевяжем их лицевыми на правую рабочую спицу. Также за переднюю ближайшую стеночку три лицевые. Отлаживаем в сторону спицу и довяжем две изнаночные петли. Первая и вторая. Все, мы провязали наш центр и получились у нас вот такие замечательные перекрещивания, то в правую сторону, то в левую сторону. И мы сделали два перекрещивания в высоту. И снова повторяем 7 рядочков без изменения. Вяжем 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. 7 рядочков в высоту. И в каждом восьмом ряду мы будем делать последующее перекрещивание, как мы сделали в 35 ряду. Затем провязали 7 рядочков без изменения. Это 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42. В 43 ряду сделали второе перекрещивание. И так дальше отсчитываем. 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50 ряд. В 51 сделаем третье перекрещивание. Я думаю, что здесь вы справитесь. Поэтому самостоятельно продолжаем вязать лицевыми петельками лицевую гладь с передней стороны и с боковых сторон. А на центральных 18 петельках рапорта будем продолжать, чередуя 7 рядочков без изменения. Затем делаем ряд с перекрещиванием. В восьмом каждом ряду делаем перекрещивание. Сначала оставляем 3 первые петли за работой. 3 следующие провязываем. А с другой стороны перекрещивание делаем в левую сторону. 3 первые петли оставляем перед работой. Следующие провязываем. И вот так вот продолжаем до нужной высоты. До тех пор, пока не будем формировать макушку. Итак, довязала я общую высоту шапочки от начала резиночки до конца моего вязания. 19 сантиметров. То есть где-то там даже 19,3 миллиметра. Почти с половиной. Теперь мы сейчас, смотрите, сделали перекрещивание посерединке с вами. Первое, второе. И еще я сделала одно перекрещивание. Затем провязала ровным вот здесь вот нашим вязанием. То есть без изменения промежуточной ряды между перекрещиваниями. И не сделала еще перекрещивание. То есть сколько у вас смещается перекрещивание в это расстояние. Если вы, к примеру, делали резиночку поуже, то, соответственно, столько делаете и перекрещиваний. Затем уже мы сейчас после 19 вот этих вот сантиметров будем начинать формирование макушки. Макушку мы будем вязать очень просто. Сейчас для начала поверните вязание в начало ряда и провяжите три ряда резиночки один на один. Начиная с первой спицы по последнюю. И начинаем мы с лицевой петли за переднюю стеночку. Дальше продолжаем за переднюю стеночку вязать изнаночную. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот так вот все четыре спицы первого ряда, а затем второй и третий ряд провяжите просто над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными петлями изнаночные. То есть просто три рядочка резиночки один на один. Если вам кажется, что слишком длинная получается шапочка, то вы не думайте, что она в итоге будет длинная. Где-то при сшивании макушки у нас уйдет пол сантиметра. Поэтому ничего длинного, я думаю, не будет. Итак, провязываем три ряда резинки один на один. Дойдя до переднего рисуночка, также передний рисуночек провязываем, продолжаем чередование лицевая-изнаночная. При этом изнаночную я буду вязать изнаночной за дальнюю стеночку. И вот так вот все наши вот эти вот лицевые первого жгутика, лицевые второго жгутика, промежуточные, точно так же с чередованием то лицевая петля вяжем, то изнаночная. После того, как связали три ряда резиночки один на один, посмотрите, что у нас получилось. У нас от начала вязания 20,5 сантиметров. И сейчас разворачиваем на заднюю сторону. Вот она у нас, задняя сторона, там где маркер. И смотрим. У нас на четвертой спице, на последней спице ряда, две изнаночные последние, которые шли вот здесь вот по резинке 2 на 2. А сейчас это лицевая и изнаночная. Вот последнюю изнаночную мы переносим на первую спицу. Вот так вот. Затем поворачиваем наше вязание и со второй спицы на третью. Вот так вот переносим последнюю изнаночную. И так делаем с каждой из спиц. Вот она последняя изнаночная на третьей спице. На второй точнее. Переносим ее на третью. А с третьей переносим на четвертую. Для чего я это сделала? Посмотрите. Если мы вот так вот повернем к себе сейчас передней стороной шапочку, то сейчас как раз таки по центру у нас находится переход со спицы на спицу. То есть смотрите. Если вы посмотрите, у нас с одной стороны 6 лицевых и 6 лицевых с другой стороны жгутиков, по центру у нас были 2 изнаночные. Эти 2 изнаночные это центр шапочки с передней стороны. Одна петля у вас осталась на второй спице, одна петля перенеслась на третью. Точно так же и с боковых сторон у вас сейчас ровно по центру находятся переодетые петельки. То есть смотрите. У нас здесь по центру 2 изнаночные. Одна изнаночная пошла на одну спицу, вторая на другую. Точно так же и здесь 2 изнаночные. Одна вот она петля на одной спице изнаночная, вторая пошла уже на другую. Если мы посмотрим на центр, у нас вот они, передние 8 столбиков из 2 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, 9, 10, 11, 12. 12, не 8, 12. Вот. И сейчас поделив ровно пополам наше полотно, то есть не только пополам по количеству петелек, а пополам и по рисунку. То есть у нас задняя сторона делена от передней. И только лишь после этого, как мы распределили ровно переднюю и заднюю сторону, выворачиваем шапочку на внутреннюю сторону. То есть берем вот так вот в руку нашу резинку и поворачиваем на изнаночную сторону. Вот так. Та сторона, где спица, нам не очень получится вывернуть аккуратно. А вот та сторона, которая у нас просто резинка, отлично. И теперь вот эта рабочая ниточка, если вы уверены, что уже она вам не понадобится, то есть высоты этой шапочки 20 сантиметров вам более чем достаточно. Хотите уже в этом, можете положение померить на голову. Вот у вас резинка, и просто у вас будут спицы сверху. Если вам этого достаточно, то отрезайте рабочую ниточку, оставляйте небольшой хвостик для того, чтобы потом его спрятать. Вот. Но я всегда рекомендую, у меня, к сожалению, это вот уже остаток ниточки, поэтому я не буду обрезать ниточку. Я всегда рекомендую не спешить отрезать вот эту рабочую ниточку, так как при сшивании шапочки вы потом замеряете уже на голову и посмотрите, достаточно ли вам этой длины. Может, вам придется 2-3 ряда довязать. Поэтому не спешите отрезать рабочую ниточку, а можете просто взять второй краешек нитки, с другой стороны моточка, и начнем сейчас сшивать вот эти открытые петельки. Нам для начала нужно в краешек ниточки, то есть вот у меня второй краешек ниточки, вдеть иголочку. Вот так вот. И теперь первые 3 петли с первой спицы, то есть переда, и первые 3 петли со спинки нам нужно переодеть на иголку. Как мы делаем? Смотрите, мы вот так вот вдеваем сначала в 3 петли передней спицы, но посмотрите, я вдеваю слева направо, продеваю я иголочкой сквозь эти 3 петли ниточку, и с другой стороны я завожу с этой же стороны, с которой вытащила с первой спицы, 3 первые петли, точно так же переодеваю на иголку. 1, 2 и 3. И полностью спускаю со спицы с одной, 3 одетые петли, и с другой. Вот они у нас, 6 петель боковых, остались на ниточке. Теперь иголочку можно вытащить. Хотите, можете сразу сделать здесь вот такой вот узелочек, который потом спрячущий краешек. Хотите, можете пока узелок не делать. Потом уже после того, как сошьете всю шапочку, потом уже будете прятать в краешке ниточек. И сейчас берем снова нашу рабочую спицу спицу. И продолжаем делать закрытие петелек. То есть, смотрите, иголка нам нужна была для того, чтобы перенести на нее всего лишь вот эти боковые 6 петель. То есть, как бы уголок. А теперь мы начинаем сшивать. Рабочую ниточку отправляем за спицы. И сейчас будем одновременно закрывать с первой спицы и со второй петельки. Как мы это будем делать? Смотрите. Мы с первой спицы захватываем полупетельку, и со второй спицы захватываем полупетельку. Затем рабочую ниточку продеваем сквозь 2 петли. И снимаем эти 2 петли с одной спицы первую петлю, и со второй на вот так вот промежуток между спицами. И у нас получается на правой спице 1 лицевая петля. То же самое делаем и со следующими петельками. Первую полупетлю с одной спицы, вторую петлю с другой спицы. Захватываем рабочую ниточку, вяжем как бы лицевую петлю сквозь 2 петли на спицы. И спускаем их между спицами. Затем у нас на правой спице уже 2 лицевые петли. Мы берем первую лицевую петлю, одеваем на вторую и спускаем полностью между спицами. У нас остается 1 петля. Дальше снова повторяем. Сквозь первую, сквозь первую на второй спице мы пропускаем рабочую ниточку. То есть вяжем лицевую сквозь 2 полупетли. Затем первую одеваем на вторую петлю на правой спице. Вторую петлю спускаем. И у нас остается всего 1 петелька. Снова лицевую вяжем сквозь 2 петельки с одной и с другой спицы. Спускаем. И одну одеваем на вторую. Лицевую сквозь 2 петельки. Спускаем. И одну одеваем на вторую. Вот таким вот образом я буду делать закрытие петелек на макушке. При этом 6 первых петель у нас осталось на рабочей ниточке, но не закреплены. И вот так вот попарно я буду провязывать до конца первой и второй спицы. Вот так вот. Так как у нас количество петелек одинаковое, то у нас получится попарно одинаковое количество петель. У нас не должно остаться ни на одной, ни на второй спице по одной петле. То есть у нас все делится попарно. И вот так вот, такими вот мелкими шажками я буду делать закрытие петелек. И затем плавно перейду на вторую часть, то есть на третью и четвертую спицу. При этом на третьей и четвертой спице я не довяжу последние 3 пары, то есть последние 6 петель, как и в начале. И точно так же хочу переодеть на рабочую ниточку просто эти 6 петель. И вот так вот продолжаем сшивать. Попарно делать закрытие петель. Причем обратите внимание, я захватываю петельки, как мне удобно. Если на первой спице у меня изнаночная петля, то я захватываю за ближайшую стеночку. Если же у меня лицевая петля, то я за дальнюю стеночку захватываю. То есть как бы уже смотрю, как ложатся петельки. Хотите, в принципе, на это не обращайте внимания. Это макушка. Я думаю, что этого, в принципе, даже видно и не будет. И вот так вот продолжаем попарно. У меня остается 3 пары. Я довязываю эти 3 пары. И перехожу на следующую пару спиц. Смотрите. Мы точно так же в начале с первой и со второй спицы вяжем одну лицевую. Затем делаем протягивание одной на вторую петлю. У вас сейчас будет рабочая вот эта последняя петля. Немножечко привытаскиваться. Не обращайте на это внимания. По ходу окончания вязания вы потом спрячете вот этот хвостичек. И если у вас достаточная будет высота шапочки, то вы просто его отрежете. Если же вы сейчас закроете и измеряете на голове немножечко коротковато, то вы сможете еще 2 ряда провязать той же резиночкой 1х1. Либо вернитесь на эти 3 ряда назад, довяжите 2 ряда лицевой гладью по рисунку, а затем уже закончите точно так же тремя рядами резиночки 1х1. И сейчас я продолжаю делать закрытие до последних 3 пар. То есть на одной спице пока не останется 3 петли и на второй, для того, чтобы точно так же аналогично первому уголочку нашему шапочке сделать второй уголочек. Мы его, опять же повторюсь, переснимем точно так же на ниточку. И вот у нас осталось 3 пары по 3 петли на каждой спице и 1 рабочая петля на правой спице. Мы эту рабочую петлю привытаскиваем где-то на сантиметров, 10, можете чуть-чуть больше, и отрезаем вот эту петельку. Вот так вот. Вытаскиваем рабочую ниточку, она нам уже не нужна. И на вот этот оставшийся хвостик мы сейчас тянем оставшиеся петельки. Причем вдеваем его, вот этот краешек, в иголочку. И сначала одеваем вот так вот по ходу прям с задней спицы, с дальней. И сквозь них продеваем. И теперь вот так вот обводим и в оставшиеся 3 петельки с другой стороны спицы. Протягиваем и все. Теперь можете протянуть где-то здесь вот в рабочем, вот здесь вот, в рабочей косичке с одной и с другой стороны. И нам осталось лишь только закрепить вот эти оставшиеся хвостики. Спицы нам уже не нужны. Вот этот тоже краешек рабочей ниточки можете подтянуть. Вам вот эти хвостики все нужно будет спрятать. Хорошо закрепляем, стягиваем, чтобы здесь не было никаких дырочек ни с одного уголка, ни с другого. Точно так же здесь тоже закрепляете в рабочую косичку вот этот хвостичек ниточки. И выворачиваем на лицевую сторону. При этом можете также отрезать краешек наборочной ниточки, которую мы ввязывали в первом ряду. Я уже его отрезала. И можем уже вытащить маркер, либо булавочку, отметочку начала ряда. У нас сейчас четко виден перед, четко виден зад, то есть задняя сторона. И как вы видите, нет перехода между спицами и между началом и концом ряда. То есть все четенько, красивенько. Резиночка у нас хорошо стягивает, при этом она будет хорошо обтягивать голову. Вот. И благодаря тому, что мы стянули начальные и конечные петельки уголков, у нас не будут так сильно выражены именно углы. Если бы мы начали от самой первой петли, от самой первой пары, с первой петли на одной спице и со второй, точно так же до последней, то у нас были бы четко выражены такие углы, прям грубые. То вот эти шесть петелек нам немножечко стянули. И теперь смотрите, если бы мы закончили лицевой гладью, как и начинали, точно так же было бы очень такая вот грубая макушка, такая углом именно, прямоугольным. То мне этого не хотелось, поэтому я решила закончить вот такой резиночкой. Она немножечко стянула макушку, при этом сделав ее такой более аккуратненькой. Итак, сейчас предлагаю вам еще не прятать вот эти хвостики, вот этот хвостик, а вывернуть на лицевую сторону и померить. Если все хорошо и вам нравится длина, то прячем краешки. Если же еще хотите довязать, то довязывайте. Итак, спрятали краешки, вывернули на лицевую сторону и получилась вот такая замечательная шапочка. Нам осталось лишь только ее украсить. Хотите, по желанию, если это для маленького ребенка, сделать два помпончика на ушки, но так как это делся акцент именно на ушки кошечки, то в принципе, как на мой взгляд, сюда идеально подойдет просто обычный бантик. Это либо брошечка может быть, либо какой-то бантик из атласной ленточки. Можете сделать даже вязаный. И вот такая замечательная шапочка у нас получилась. Как я и обещала, что она вяжется обычным вот таким квадратом, но в итоге получается очень даже красиво по виду на голове. И не забудьте связать под данную шапочку снудик. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok